Полгода в эпицентре радиации слесарь Петропавловских тепловых сетей Жуламан Айджанов в 1986 отправился на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС. Работал на четвертом энергоблоке. Именно там произошел взрыв реактора. Своими воспоминаниями он поделился с нашей съемочной группой. Ольга Файзулина продолжит. В день аварии на Чернобыльской АЭС жизнь Жуламана Айджанова разделилась на до и после. До 1986-го он отслужил в армии, получил профессию слесаря-сантехника, женился, стал отцом двоих детей. После возникли проблемы со здоровьем. Ему дали вторую группу инвалидности. Бригада из 40 человек жила в 30 километрах от станции, а работала в самом эпицентре, на четвертом энергоблоке. Заделывали окна свинцом, не уезжали, пока не завершили работу. На это ушло полгода. Мы не знали. Но нам сказали уже по дороге, когда мы уже в вагоне ехали, на поезде руководитель, когда нас вез. Вы знаете, куда едете? Вы в Чернобыль. Обучение никакого не проходили. Просто призывались и там работали мы. Вот. Как старослужащие. Денег на тех, кто первым откликнулся на беду чернобыльцев, не жалели. По их просьбе выступали звезды эстрады – Алла Пугачёва и Иосиф Кобзон. Участник ликвидации аварии Жуламан Айджанов вспоминает. За каждый месяц работы ему платили 8 тысяч рублей. Это в 200 раз превышало его зарплату слесаря. Да и кормили, говорит, по-царски. Мясо. Суп давали хороший. Компоты. Потом 200-граммовый. Спирт давали нам. Воды давали. Я-то не пью. До сих пор не пью, не курю. И вот я менял на шоколад. Надо было пить, здоровье. А я откуда знал. Молодой был пацан. Всего в устранении последствий аварии на атомной электростанции участвовали больше 2000 наших земляков. Те, кто остался жив, сейчас инвалиды. По случаю годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, североказахстанцы ликвидаторы получили единовременную материальную помощь в размере 34 тысяч тенге. А летом около 70% из них поедут в санаторий бесплатно поправлять здоровье. Ольга Файзулина, Казбек Рыгбаев. Новости МТРК.